я побежал лежат под крестом 1 1 я вадим а он пакет а это с позволения сказать магелланов залив честно говоря боюсь заходить и кушать который боролся против азофилия питаться человечиной было обычным таким занятием остальные не интересно которая находится в самой попе ну вот друзья теперь мы на филиппинах и начну я свое небольшое повествование из этой страны издалека собственно сама страна тоже находится далеко соответственно и к теме нашей я подойду сегодня тоже издалека наверняка вам делали когда-нибудь замечание когда вы африканца называли негром а еще хуже негритосом ну так вот я хочу поправить тех кто делал вам замечание дело в том что это испанское название жителей африки испанцы называли негрос то есть черные всего лишь черные ничего тут уничтожительного нет но есть и тоже слово такое негритос то есть это не русские придумали это не то нарицательное где еще больше оскорбить скажем негра ни в коем случае опять же слово от тех же испанцев тех они называли негро то есть большие черные люди африки а вот уже жители балакского архипелага или филиппинских филиппинского архипелага те же испанцы называли негритос соответственно черненькие потому что те были большие на игроз а эти маленькие черненькие поэтому негритос отсюда и негритос поэтому если вы филиппинцев будете называть негритосами не ошибетесь они есть негритос и только правильнее негритос так что как вы поняли негритос это целые племена и много и это правильное литературное название данного этнонима или экзонима если хотите в общем как фернан магеллан великий мореплаватель открыл филиппинский архипелаг так с тех пор и поселились здесь испанцы испанцы правили этой колонии с середины 16 века и филиппинцы местные жители туземцы очень хотели получить независимость они столетиями боролись за свою за свою независимость и им удалось это сделать только в конце 19 века в 1896 году но недолго они плясали от радости так как на смену испанцам пришли американцы и оставались здесь до 1946 года то есть до окончания второй мировой войны ну и с тех пор филиппины независимы и говорят они на тагалокском языке и еще на каком-то гибриде english pigeon плюс испанский испанского они уже давно особо не знают но зато сохранились тех времен испанские имена и дату фамилии но при этом говорят на pigeon english ну и католичество как вы поняли они тоже приняли конечно же от испанцев впрочем и название страны филиппины ничто иное как имя короля испании филиппа второго тем не менее знаете а испанцы что четыре столетия бывали здесь на филиппинах куда меньше принесли горе этому народу чем американцы за несколько десятков лет только в одной маниле всей столице страны было убито американцами среднем 100 тысяч человек здесь была страшная бомбардировка во времена второй мировой войны а город буквально заново был построен с переселенцами из деревень из других малых городов и кстати говоря наша же с вами тема все-таки армянская именно при испанцах армяне были единственными нацменьшинствами или скажем так иностранцами наверное так будет правильнее которые могли торговать с филиппиной филиппинами то есть армянские купцы прибывали сюда за товарами отсюда увозили товары сюда привозили товары из других стран частности из персии и индии это была единственная нация которая которым испанцы давали возможность это делать кстати говоря очень шумно здесь я уже голос наверное свой потеряет скоро а кстати говоря кто бывал из вас на армянском квартале иерусалима там есть панно где изображен так и написано армянский купец из филиппин обратите внимание это музей армянского квартала большое такое панно стеклянное и изображен вот этот самый армянский купец из филиппин вот не знаю как в маниле во всяком случае я ничего не слышал об этом но центральной части острова лусон армянские купцы видимо они же были некоторые из них конечно же были и поселенцами основали небольшое поселение которое так и на завод назвали армения это центральной части острова лусон дальше есть такое же небольшое поселение армения на острове мазбате это центральная часть вообще филиппинского архипелага ну и известный такой остров для отдыхающих на филиппине на филиппинах во всяком случае известный остров это сэбу и вот на юге самом юге сэбу есть тоже деревня с названием армения все они были основаны вот этими самыми армянскими мореплаватели мореплавателями средневековья купцами две деревни из них я постараюсь посетить это которая на лусоне и сэбу ну а в мазбат я к сожалению не смогу поехать ну я думаю две деревни из трех будет вполне достаточно чтобы заглянуть к ним узнать если там армяне хотя я очень очень бы удивился бы если бы они там были учитывая мои латиноамериканские поездки где там не просто деревни а города армения но армян уже давно нет а уж деревне в деревне на филиппинских архипелагах уж тем паче наверняка нет но тем не менее я туда съезжу хотя бы прямо сейчас потому что в маниле в принципе по армянским нашим делам делать нечего в общем то такая тишина после манилы ну просто благодать никогда не думал что тишина может так спокойно влиять на мозг ну в общем мы в армении это единственная армения которая находится в самой попе мягко выражается в самой попе вот я даже не знаю с чего тут начать вот например школа вот видите написано тут армения да вот она школа вот это вот так сказать армян разрисованные стены здесь население скажем так для деревни не сказать большое но и не маленькая четыре с половиной тысячи жителей все таки как-никак а вот вышли тут местные жители меня встречают тут видите как местные армяне армия 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 митю кстати кстати говоря вот это вот футболочка вот здесь вот не знаю видно нет вот написано рекуэрдо армия футболочка была куплена в этом в колумбии колумбийской армии вот я с ней ношусь по всем армении и сейчас вот в этой попе мира нахожусь почему я сказал копе потому что но это действительно такая армия которая ее сложно очень найти она почему-то не на берегу все армении ну кроме той что в колумбии там понятно почему я рассказываю но все армении они как бы находятся в этом на берегу а вот это армения глубине острова лусон вообще непонятно что тут делали армянские купцы почему здесь хотя у меня есть некоторые догадки о которых я скажу вот тоже это вход в эту вот школу вы заметили да и армения я начинаю со школы потому что видимо все эти армении славятся своими школами самое красивое что есть в армениях мира это их школы местная католическая церковь нет она не католическая она баптистская евангельская когда я ребятам показал свой армянский паспорт у них отвисла челюсть они очень удивились возможно эти ребята увидеть как они меня приветствуют это это они меня приветствуют узнали что я из армии потому что вот они все армяне но немножко не такие а я первый который по всех классов по искать интересно тут получается смотрите вот этот человек который кричал всем армянам баррель он оказывается по имени подпаде 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 я вадим а вот так остальные неинтересно а это вот здание администрации барангай армения кстати вы наверное не не услышали вот эти ребята которые сейчас баррель кричали они зашли в здание администрации и здоровы ими теперь уже по-армянски и понравилось это слово слышите да вадим баррель вадим баррель баррель так часть я узнаю что тут происходит я могу зачитать только ту информацию которой мы располагаем точная дата основания нашего селения барангая армения неизвестно знаем только что когда филиппины были оккупированы европейцами через наши острова проходили и торговые каравеллы которые называли наши населенные пункты в честь своих городов европейских видимо на нашем острове останавливались люди из армении жили здесь культивировали землю поэтому так и назвали во всяком случае к северу от нас есть барангай сан-карлос к востоку барангай лапас и западу тарлак их основали испанцы получается что наш барангай армения основан людьми из этой страны ну вот я местных армян так сказать филиппинских подписал на антитопор но они естественно ничего не понимают но тем не менее подписались ну в общем никто ничего не знает старики-то померли давно молодежь видимо не интересуется скитается по миру вот но некоторые данные из старых таких филиппинских книг ну я одних уже рассказывал вам про армянских купцов мореплавателях которые ходили по морю в этих самых краях до кантона а прошлый раз мы снимали на суматре армянскую церковь да в этом сураба и которая уже стала китайская так вот в этих краях останавливались армянские купцы и армения которая находится на острове лусон причем в центре острова лусон почему она не на берегу да где обычно была пристань и эти самые армянские купцы останавливались у этих самых пристань но здесь особый был случай сюда армянские купцы в глубь острова прибывали за зерновыми культурами за рисом за на другими культурами для того чтобы обеспечить прежде всего себя питанием и идти дальше по воде и здесь жила одна армянская семья которая и заведовала этими полями выращивала значит бобы всяко разные культуры для обеспечения армянских мореплавателей купцов едой и всем самым необходимым в принципе вот поэтому вот это вот маленькая земля и называется армении они ее назвали армении еще в середине 18 века то есть это я вам скажу уже поздние купцы это уже почти конец испанских колоний на этих землях потом когда ушли испанцы ушли вместе с ними и армяне тут вот поэтому вот как бы так а то что касается других армении там уже все у моря там уже у пристани и понятное дело как и в калькутте как и в кантоне как и в сурабае армянские мореплаватели приходили значит определенным пристаням и там они значит называли в честь своей этнической родины вот эти самые точки куда они пребывали так что это место где мы сейчас находимся почему я назвал попой мира единственная точка на земле которая армения но при этом находится в глубине острова не на краю как обычно это бывает а именно в глубине поэтому она и попа мира вот собственно эти поля армении ничего с ними не стало с этими поля эти поля до сих пор существует разве что население тут филиппинская плюс еще дома естественно разрослись население тут стало большим ни одна армянская семья вот как бы вот так вот я здесь получил видите печать что я побывал на филиппинской армении барангай вот мне любезно предоставили вот такую вот печать местные армяно-филиппинцы ну что ж я вернулся в тарлак сити ближайший город к армении а потому что вот-вот мой автобус уже должен отойти в манилу иначе если я сегодня не уеду мне придется за ночевать где-то здесь а мне где-то здесь ночевать не хочется потому что мне хочется хорошо отдохнуть чтобы послезавтра улететь другую армению на остров севу так что я побежал мой автобус уже где-то там на горизонте и тут я вынужден извиниться так как докопался до истины но это дело хорошее главное вовремя докопаться до истины а нам же нужна именно истина а поэтому без всяких при украшиваний как оказалось а тут трудности перевода с тагалокского на английский с английского на русский и вот это вот все дальше пошло а значит вот что семья это была не армянская которая сидела в поле выращивала значит рис и подавала армянским путешественникам то есть коммерсантам этим мерчантам да как купцы его купцам армянским которые следовали из ботавии в кантон вот эти вот продукты значит овощи там и фрукты воду и так далее это была обычная филиппинская семья другое дело что вот у армян купцов которые следовали по этому маршруту южно китайскому морю в особенности и останавливались на филиппинских архипелагах у них было несколько таких точек несколько таких баз одна из которых там где мы сейчас с вами и побывали на лусоне то есть там они брали продукты чтобы дальше следовать с голоду не помереть так скажем брали питьевую воду отдыхали несколько недель но отправлялись дальше путь и так как они там себя чувствовали как дома вот эти вот свои пункты на филиппинском архипелаге эти самые армянские мерчанты и стали называть армениями вот там мы и побывали с вами так что друзья почти было так но не совсем так то есть купцы все-таки армянские но при этом семья была филиппинская вот примерно вот такая ну вот после того как мы докопались до истины а она всегда где-то рядом настало время лететь на сэбу на следующий остров ведь у армянских купцов таких зон было три во всяком случае с названием армения я не спорю может быть их было больше и скорее всего было больше но к сожалению мы можем только догадываться по зонам которые называются армении тогда зоны сейчас это деревни ну на лусоне мы уже были на сэбу мы полетим а мазбаты как я уже говорил ранее к сожалению проигнорируем ну я думаю ничего там нового и сверхъестественного на мазбаты мы не увидим тем более он даже меньше чем а те армении которые находятся на сэбу и где мы уже бывали на лусоне так что вперед на сэбу тем более остров и без армян сам по себе очень интересный я о нем уже на месте вам расскажу что ж ну вот я и на сэбу то понимаю понимаю вы наверняка уже по ту сторону экрана несколько раз меня поправили что дескать не сэбу вадим а сэбу знаете как я вам скажу дело в том что на тагалокском языке языке аборигенов местных жителей все-таки правильнее сэбу но почему миру городок известен вернее даже остров известен как сэбу потому что так его стали произносить испанцы и распространили на все другие языки этот остров как сэбу с ударением на гласную самую последнюю а поэтому ну можно сказать будет правильнее так и так но так как я гость этого острова гость туземцев поэтому буду говорить так как говорят местные жители то есть сэбу что касается испанцев ну вот благодаря им впрочем и находится здесь этот самый крест который я вам покажу первый крест который туземцы поцеловали крестились и стали католиками он находится здесь вот в этой каменной беседки внутри здесь всегда много верующих со всех островов филиппинских так как есть поверье что этот крест который привез сюда магеллан со своей экспедиции имеет чудодейственную силу за все эти века они часто его откалывали крест деревянный но пошли на хитрость власти обвели его металлическим обручем сейчас уж не так просто и обломать этот крест ну сколько тут подлинника осталось процентов конечно теперь судить сложно но установлен он был магелланом 21 апреля 1521 года ну посмотрите свечи здесь почему-то не зажигаются вот они просто лежат под крестом вот благодаря этому кресту в отличие от индонезии которая приняла ислам филиппины стали христианами и католиками посмотрите а здесь уже старейшей на филиппинах католической церкви уже ставят свечи здесь находится храм сантониньо святого младенца в переводе с испанского ну имеется ввиду младенца христа знаете так много всего не укладывается с одной стороны они такие искренне верующие такие ревнители даже я бы сказал католического христианства и они благодарны магеллану что тот принес им сюда на острова слово бомбе с другой стороны они почитают лапу лапу который убил этого самого магеллана как национального героя здесь даже некоторые говорят что он не просто убил но и съел его впрочем вполне возможно учитывая те времена да а вот мне честно говоря напоминает это что-то с бобеком буррамидом если вы знаете такого я думаю многие знают наверное иранский тоже такой национальный герой который боролся против засилья ислама но в то же время иран сейчас это исламская республика ревнозные мусульмане но при этом почитают бобека бобака как они говорят за своего национального героя то же самое происходит и здесь может быть просто нужно отделить мух от котлет то есть светское от религиозного и тогда мы придем к истине скорее всего так а это с позволения сказать магелланов залив не путать с магеллановым проливом что в южной америки вот так вот выглядит магелланов залив здесь больше напоминает трясину ну во всяком случае то место где произошло сражение где высадился в 1521 году фернан а магеллан и где 27 апреля случилось тут сражение вот как раз аккуратно этом самом острове где я сейчас стою здесь произошла битва и здесь же от рук лапу-лапу погиб фернан магеллан великий мореплаватель который совершил а некоторые говорят он не успел совершить кругосветное путешествие первое кругосветное путешествие вот здесь вот стелла стоит флаг потому что а все-таки филиппинцы его считают тоже своим героем первым героем и вообще первым человеком который бросил вызов испанским колонизатором они им естественно гордятся здесь я вам вот чуть ближе покажу эту трясину так называемый магелланов залив по нему можно теперь ходить пешком но опять же друзья я говорю о той части залива прибрежной части скажем так залива вот столько мусора там за деревьями не спорю там водяная гладь но здесь историческая казалось бы часть но сами видите вот памятники тут понатыкали буквально один за другим впереди сначала идут батальная часть потом флагшток памятника лапу-лапу и за ним так называемая могила фернана магеллана вот такой он тут красавец лапу-лапу герой как ни странно христианского мира герой мусульманского мира так как я еще раз повторюсь бросил вызов первым европейским колонизатором хотя он будучи не мусульманином естественно и не христианином стал героем вот представители этих двух конфессий этот самый лапу-лапу но вот сразу за ним так называемая могила магеллана такая обшарпанная очень старая но на самом деле под этой могилой нет никакого тела потому что тело магеллана так и нашли поэтому здесь есть версии что он был убит лапу-лапу и скинут им вот в этот залив который вам показал и превращен в трясину либо есть вторая версию местных жителей что лапу-лапу со своими воинами его съел дело в том что в те времена питаться человечиной было обычным таким занятием ну не сказать что это был каннибализм в той форме каким мы его сейчас представляем ни в коем случае нет а нужно было испробовать внимание мясо своего врага чтобы взять его силу она то ему уже не нужна врагу вот и поэтому вторая версия о том что магеллан был съеден лапу-лапу и его солдатами тоже имеет место быть смотрите а тут несколько метров так сказать от магеллана и магеллановой могилы захоронен сам лапу-лапу вот он под крышей эти как все у него тут цивильно в отличие от магеллана вот уже настоящая могила люди скрылись от дождя пошел сильный дождь как вы видите но нам повезло мы успели поснимать вообще очень странно обратите внимание филиппинцы такие ревностные католики ведь они стали католиками благодаря все тому же магеллану и как вы видели даже его крест хранят и тем не менее и тем не менее нож не знаю как вам а как по мне этот самый магелланов залив производит удручающие конечно впечатление но можно было как-то почистить я не знаю хотя во многих странах третьего мира к историческим наследием вот вот так вот и обращаются ну что ж дело не в этом здесь прошел дождь это сейчас вот уже ясно но вот я узнал что в этом парангая армения что на юге сепу там вообще тропические ливины там штормит и попаду ли я сегодня туда или нет я не знаю если я сегодня туда не попаду соответственно я уже не попаду потому что завтра мне уже отсюда вовсе улетать с филиппин а вот поэтому не обессудьте если вдруг я туда не попаду и вы не увидите сюжет из сепуанской армении впрочем как я понимаю вы ничего не потеряете как и я потому что сепуанская армения она в три раза меньше той армении где мы уже с вами побывали в лусоне то есть там всего по-моему если я не ошибаюсь мне сказали около 150 домов одна школа и одна спортплощадка вот принципе и все стоит ради этого ехать туда менять три транспорта два острова и три транспорта я не знаю если погода нормализуется там во всяком случае то естественно мы двинемся если нет ну на нет и насладитесь фотографиями а случился тут казус я сейчас не на сепу я на острове мактан это рядом сепу буквально за небольшим таким проливом городок называется лапу лап да да в честь того самого героя то ли людоеда то ли не людоеда пусть будет людоеда так вот я приехал к нему на родину в городок лапу лапа совершенно случайно честно я об этом не знал совершенно случайно увидел здесь вот это кафе армения и значит джим зал рядом вот я не стал я просто мимо проходил гуляю по городку лапу лапу потому что ну как я говорил я большой любитель географии поэтому филиппинский архипелаг по сути для меня это вдвойне праздник помимо армянского это еще и географический праздник потому что здесь я как паломочке ощущаю себя потому что все-таки здесь побывал фернан магеллан ну и родина лапу лапу нет странно я честно говоря боюсь заходить и кушать на родине людоеда вот в это кафе пусть даже она называется армения кто знает из чего там шашлыки но я как бы надеюсь что не из магеллана и вообще не из человечные но согласитесь одного достаточно такая вот интересная вещь получилось очень неожиданно очень неожиданно для меня я в растерянности не знаю даже что говорить с этого вес ну вот я поинтересовался оказалось хозяин этого заведения и фитнес зала и кафе он сам родом из той самой армении что на юге сэбу так что он не армянин никакого отношения к той республике армении не имеет но имеет прямое отношение к армении которые на сэбу которая была точкой армянских мореплавателей средневековья ну и как уже наверняка поняли на сэбуанскую армению нам не попасть по двум причинам опять же из-за штормов первая основная причина и вторая причина это все-таки за пропущу машину вторая причина это все-таки дальность менять транспорт и так далее а мне к сожалению как бы мне еще не хотелось остаться но надо улетать армения как я уже сказал это сэбуанская армения даже база была для армянских купцов и кстати говоря самом начале если вы помните я рассказывал о том что армяне были единственными не испанцами не европейцами если так можно выразиться которые могли заниматься внешней торговли на территории филиппинского современного филиппинского естественно архипелага и поэтому они имели здесь те названия на своих пунктах которые сами и называли да то же самое делали и другие купцы испанские купцы например купцы из кордовы а здесь назвали свои точки кордовами купцы и скажем из севильи назвали свои точки севильями поэтому по всем этим островам филиппинским достаточно много таких испанских названий которые и сейчас встречаются в испании различные городов различных городов маленьких и больших там граната и прочее все это можно здесь на также увидеть но уникальность армян как раз таки заключается в этом архипелаге в том что они единственные кроме испанцев которые тоже имели свои купеческие базы свои пункты для оснащения своих трюмов водой продуктами в общем провианты вот такой переправочные базы были филиппины в средние века и для армян и для других европейцев которые ходили по морю из батавии в китай а то и дальше а